Друзья, всем здорово! Вы на канале Никиты Крылова, он называется Погнали! Находимся сейчас, мы у меня в гостях, на чердаке, такое помещение, ну не важно, главное то, о чем буду рассказывать. Поговорим о штрафах. В Крыму ввели штрафы. С 15 апреля 2020 года, с 14.00, теперь полиция имеет право штрафовать за нарушение самоизоляции. Очень много знакомых спрашивают меня, говорят, а что, за что, за что имеет право, за что не имею штрафовать, а что означает нарушил режим самоизоляции, хотя казалось бы, об этом трубят постоянно везде в интернете и так далее. Но самое главное, есть очень много чатов, групп, где просто информация недостоверна, то есть все на уровне слухов. Я решил, в первую очередь, для себя разобраться, что можно, что нельзя, как сделать так, чтобы вас не штрафовали в первую очередь. Вот чему посвящено мое видео. Но самое главное, я сразу же объясняю условия игры. Я лишь могу рекомендовать все это тем людям, которые не нарушают режим самоизоляции. В плане чего, например, если вы хотите выехать на шашлык, я вам не помогу. Если вам действительно необходимо сделать что-то, прям по-настоящему, прям жизненно необходимо покинуть вот этот вот периметр самоизоляции, как это сделать законно, как это сделать правильно, в этом и будем разбираться. Все, в общем, хватит лишних слов, погнали. Итак, первая часть, я для себя разбил на две части это видео. Первая часть посвящена тому, что вот на сайт МВД заходим, не куда-то чат, не какие-то группы, сайт МВД. Что он нам рассказывает, что нам можно делать? Для физических лиц, предпринимателей, это все вообще отдельно. Что можно делать? Во-первых, обращение за экстренной, неотложной медицинской помощью, иной прямой угрозой жизни и здоровью. Понятно, медицинская помощь, мы все понимаем, идем в больницу, в поликлинику, если это необходимо, конечно, это можно делать. Иные угрозы жизни, тоже все понятно. Пожар, газ, не знаю, в общем, что угодно, любое ЧП, это уважительная причина, почему вы находитесь на улице. С этим разобраться легко. Далее, следование к месту, осуществление деятельности, которое не приостановлено в соответствии с настоящим указом. Если вы работаете, ваша работа не закрыта, у вас есть справка от работодателя, вы можете ехать на работу и с работы. Все понятно. Осуществление деятельности, связанное с передвижением по территории Республики Крым, тра-та-та, связанное с работой. В общем, если у вас работа связана, например, с доставкой товаров, естественно, вы имеете право передвигаться по территории Республики Крым. Следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с указанным указом. То есть, к ближайшему месту приобретения, например, продовольственных товаров, например, аптека, например, получения какой-либо услуги, банки, что-либо другое. Все, что не закрыто, вы имеете право к ближайшему месту передвигаться. Тут очень важно. То есть, вы имеете право передвигаться к месту, где осуществляется там услуга или продажа чего-либо ближайшего от вас. Например, продовольственный магазин, понятно, ближайший от вас. Аптека, понятно, ближайший от вас. Банк, тоже ближайший от вас. Банкомат, тоже ближайший от вас. Какой-то строительный магазин, если он открыт, тоже ближайший от вас. Но ближайший от вас, никто вам не говорит 100 метров, 200 метров, километр, 10 километров, просто ближайший от вас. Это важная формулировка. Выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания. Ясно. Выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. Ближайший мусорный бак можно. Так, 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 так. Еще интересный пункт. Если товары первой необходимости гражданам в возрасте старше 65 лет и гражданам, имеющим заболевание, доставляются близкими родственниками. То есть вы можете своей бабушке, дедушке или человеку, который не может сам, например, сходить в магазин, вы можете ему доставить продукты. Вы можете ему доставить все, что ему необходимо. Вы на это имеете право. Где вам находиться нельзя? Детские спортивные площадки, открытые стадионы, площадки для воркаута и тренажеры, пляжные зоны, парки, набережные, в парках зонах для барбекю, скверах, бульварах, лавочках. Да, вокруг водоемов обязательно нельзя это. Площадки для выгула собак. То есть, если она находится прямо возле вашего дома, в районе 100 метров, конечно, вы имеете право прийти на эту площадку. Но если это где-то отдельно, что вы приехали, привезли собаку, погулять, нет, такое запрещено, только возле дома. Запомнили. В скверах, бульварах, лавочках, ага, кладбищах и мемориалах, тоже понятно в преддверии праздников, жилых дворах и территориях массового пребывания граждан, осуществлять перевозку организованных групп граждан автомобильным транспортом, несовершеннолетним на улицах, особенно в вечернее и ночное время, это сейчас очень часто проходит нарушение, проводить и организовать различного рода массовые мероприятия. Все понятно. Что можно, куда можно, куда нельзя. Друзья, переходим ко второму блоку. Итак, второй блок, в нем я расскажу, как же сделать так, если вы выехали по уважительной причине, сделать так, чтобы вас не записали в нарушители. Что для этого необходимо сделать? Начну я второй блок с того, что расскажу еще три причины, по которым можно выезжать. Почему во втором блоке? Потому что их нет на официальном сайте МВД. Об этих причинах рассказал глава Крыма. Что там говорится? Жители Крыма могут без проблем поехать в соседний город к своим пожилым родственникам, отправиться на дачу для кормления животных и проведения весенних работ, а также отвезти своего супруга на работу. То есть вас останавливает ГИБДД, если у вас одна из этих причин, по идее вас трогать не должны. Но на сайте МВД никакой информации по этому поводу нет. Как же сделать так, чтобы по какой-то из, вот из любой причины, даже если вы в магазин идете, как сделать так, чтобы вас не оштрафовали? Во-первых, необходимо носить с собой паспорт. Конечно, говорят, еще водительские права можно, еще лучше паспорт взяли. Почему паспорт? Там есть прописка. Если вы живете по месту прописки, то понятно, что вы возле дома идете в магазин, который прямо вот возле дома. Это очевидно. Никто вас, естественно, не накажет. Вы возле дома вышли в аптеку. Это очевидно. Вы от своего дома идете в поликлинику. Это тоже очевидно. Если вы живете не по месту прописки, а, например, снимаете квартиру, у вас же есть договор аренды жилья, правильно? Мы, естественно, знательны. Поэтому взяли, распечатали этот договор аренды жилья и спокойно, может, и на телефон сфотографировать. Просто предъявите полицейским какие-то доказательства, что вы реально отсюда передвигаетесь вот сюда. Все, ничего сложного в этом нет. Давайте возьмем пример. Например, вы везете супруга на работу. Вы с женой тихонечко сели себе в автомобиль, у вас с собой есть паспорт, у вас с собой, естественно, есть водительские права, у супруги есть тоже паспорт, у супруги есть справка с места работы. Вы ее повезете на работу. Едете в сторону работы. Вас остановил сотрудник. Вы что предъявляете? Естественно, паспорта, водительские права, это уже мы опускаем, да? И справка с места работы. Жены. И когда вы будете ехать обратно домой, позаботьтесь о том, чтобы у вас была или копия, или в телефоне просто фотография. И если на обратном пути вас остановит какой-нибудь сотрудник ГИБДД, вы говорите, я вез жену на работу, я еду обратно. Второй пример. Вы едете на дачу. Как вы докажете сотруднике ГИБДД за городом, что вы реально едете на дачу, а не куда-нибудь себе в лес, например, жарить шашлык? Все тоже очень просто. У вас есть документы на эту дачу. У вас есть официальные бумаги. Вы можете их сфотографировать, вы можете также сделать копии, и вы скажете сотруднику, вот, уважаемый, я еду действительно сюда. Я еду туда, потому что, например, у меня там живет собака, и просто ее некому кормить. Я еду туда, потому что глава Крыма разрешил проводить весенние работы. И я имею право туда поехать. Все. Еще очень важный вопрос масок. Знакомые звонят и говорят, без маски нельзя, без маски нельзя. Я нигде в интернете не нашел этой информации, что без масок нельзя передвигаться по улице. Если вдруг у вас есть информация от проверенных источников, что реально на территории Республики Крым необходимо носить постоянно маску, пожалуйста, скиньте ссылки. Мне это действительно будет интересно, я обязательно это выставлю в комментариях. Но пока что ни одной такой информации не нашел. На сайте МВД я пытался найти, что те, кто будет без масок, их будут штрафовать. Никакой такой информации не нашел. Пока что такой жесткий режим масок, перчаток и так далее всего карантинного возится для кого? Для работников, которые сейчас работают в магазинах, в аптеках. В общем, везде, где сейчас люди работают, там необходимо быть в этом всем. А для обычных физических лиц, которые передвигаются по городу, ничего такого я не находил. Хотя, я вижу, на некоторых магазинах написано, без масок не входить. Я не знаю, повесили это лишь для того, чтобы положено, чтобы висело, или же реально нельзя заходить. Но нигде не видел, чтобы, например, выгоняли из магазина человека, потому что он ходит без маски. Что касается Всемирной Организации Здоровья, она говорит, если ты здоровый, тебе носить маску не обязательно. Обязательно. Даже говорит, не надо. Ты должен носить маску, если ты понимаешь, что ты будешь контактировать с человеком, который больной. Тоже мы знаем, что приближаться нельзя, да? Ну, всякое бывает, я не знаю. Вот всякое бывает. И если ты заболел, вот просто заболел ОРВИ, а вдруг у тебя вирус, лучше носить маску. По крайней мере, если чихнул, все остается в этой маске. Ты, заразу, не распространяешь. Итак, я буду заканчивать видео. Помните, что в это время лучше посидеть дома. Даже вот крымские власти ввели штрафы для всех, кто прибывает авиационным и железнодорожным транспортом без соответствующего разрешения на пребывание и передвижение. Ну, проще говоря, туристам. Вот для того, чтобы сейчас не ехали все, например, из Москвы, из Санкт-Петербурга сюда в Крым, переждать. Потому что у нас ситуация здесь намного, намного, намного лучше, чем там. Друзья, есть на самом деле, вот эти все правила, они такие размытые. Есть очень много лазеек, которые вы можете сказать, ага, я еду туда, ага, еду туда, что угодно. Да, все это, в принципе, можно потом доказать в суде. Все, что угодно. Вы можете сказать, я еду на дачу, а на самом деле поехать на шашлык. Вы можете на озеро какое-то, вы можете сказать, я еду к бабушке. А на самом деле вы едете погулять, просто погулять по улицам. Да, вот эти все меры, они признаны в первую очередь для того, чтобы, к тому, чтобы вы были сознательны. Давайте все вместе, сознательно, немного посидим дома, потерпим. После чего, надеюсь, что все у нас будет круто. У нас будет сезон, у нас будут люди, мы просто будем нормально жить, так как жили. Все, всем удачи, всем всего самого наилучшего. Пока-пока-пока. Будьте здоровы, погнали на самоизоляцию.